Александр Син решил побороться за должность мэра как самовыдвиженец. Об этом он заявил официально сегодня на пресс-конференции. Я думаю, что сегодняшним выдвижением я ответил на все сплетни, разговоры о том, что я не пойду на выборы или пойду от каких-то партий, или кому-то там сдамся. Напомним, по данным института Горшинина, почти 68% запорожцев негативно оценивают деятельность мэра. Сейчас Александр Син является фигурантом судебного разбирательства. Я сто процентов вам заявляю, что местная власть запорожская работала плечом к плечу со смотрящим явлением Аниси. Что касается конкретных лиц, то сейчас возбуждено ряд уголовных производств. Вы знаете, Александр Син очень любитель после любого заявления прокурора писать жалобы о том, что его там обвиняют незаконно в том-в том. Идет следствие. Имя действующего городского головы связано с чередой скандалов в коммунальной сфере Запорожья. Активисты считают, именно при мэре Александре Сине создавались многие коррупционные схемы в сфере ЖКХ. Ответственность вся, чтобы мэр не заявлял, лежит на нашем мэре, на Александре Сине. Если, если, вот мы говорим, ЗКП, водоканал, где происходят самые там жуткие, страшные схемы с разворовыванием бюджетных средств, да, ну, секундочку, мэр же назначает и подписывает этого человека. Когда сейчас находились системы этих прежа и ЖКХ, да, им в те годы было сложно это все аккумулировать. Надо было придумать одно предприятие, куда втягивались бы все деньги и очень быстро туда вымывались. По результатам социологического исследования, которое провел Институт Горшенина в августе этого года, запорожцы на предстоящих местных выборах больше всего будут симпатизировать кандидатам, которых выдвинут трудовые коллективы запорожских предприятий.